Всем салям, друзья! С вами Даник, и это завершающий финальный ролик в этом году. Ребят, я вас всех поздравляю с наступающим Новым Годом, желаю счастья, здоровья, чтобы вы кайфовали от этой жизни. А сегодня у нас ваш любимый формат. Сколько стоит предмет челлендж? Правила очень простые. Перед ребятами выносится предмет, а им нужно угадать, сколько он стоит. По итогам всего шоу, кто больше всего баллов наберет, тот и победил. Ребята, влепите лайк, подпишитесь на канал, напишите комментарий, за кого вы болеете. Ну а мы начинаем. Погнали, ребят, летс гоу. Я не буду это делать, Даник. Мы не договаривались. Это крокодил? Это часы Rolex. Врет? Два миллиона? Ты будешь ржать, но я буквально неделю назад тебе купил такую. А, только жди, заказывай! Даник, полный пи... Ну что, друзья, у нас сегодня замечательные, невероятнейшие гости. Делара! Никита Сударь! Я, Яна! Это я, Яна! Хорош. Победитель, ребят, сегодня? А я вам пока не буду говорить. Ничего не получит, потому что это новогодний выпуск, и просто получит новогоднее настроение. Посмотрим. Надеюсь, улыбку. Первый предмет. Глаза закрываем. Давайте попробуйте угадать, что здесь лежит. Как хрил знает, коробка какая-нибудь. Безделушка какая-нибудь еда, не знаю. Открывайте глаза. О, я искал коробка. Че, как ты это делаешь? Я искал еда. Жваки Турбо. Кто-то вообще в курсе, что это за жвачки? Конечно. Жвачки Турбо. Ну, я не знаю, что за жвачки. Не знаю, что за жвачки? Ну, я знаю, что были раньше жвачки по рублю. Но вам нужно угадать, сколько стоит вся пачка этих жвачек. А это уже санкционка получается? Получается так. Ему попалась наклейка. Че написано? Написано Турбо. Тут нарисована машина. Ян, давай цену. Цену. За всю покочку. За всю почку. За всю почку. А в рублях? В рублях. В белорусских? В белорусских. Ну, вообще, тут 100 штук они раньше по рублю стоили. С учетом инфляции. Погнали, ребят, let's go. Так, 700 969 Турбо. У нас побеждает Дилара. Да. Это рублей? Эта пачка стоит 340 рублей. Такие математические штуки в голове что происходили. Там формулы просто у нее были конкретные. Так, а по жвачки взяли вообще себе? Я не хочу жвачки. Ладно. Мы не договаривались. Вы так не договаривались. Просто съемка, просто съемка. Тише, тише, тише. Оно не хочет сидеть. Тише, тише. Это крокодил? Я слышу. Это крокодил? Открывайте глаза. Бля. Секундно. Привет. Я первый раз вижу. А серьезно? В жизни. У него яйца на подбородке. А как зовут? Зевс? В натуре Зевс. В нем имени. Давайте быстрее уберем его со стола. Цену за услугу. Вот сколько стоит час? Доставить? У него маникюр? Но я на съемке заказывала крокодила. И сколько это стоило? Ну-ка. Дофига. Так, дофига. Так и пишем. Давайте. Раз, два, три. 5К. 6,9,6,9,6,9,6,9. Господи, Дилара попала прям точь в точь. Ровно 5К. На смысле? Нет, мы, конечно, рады за Дилару, но нет всего сердца. Согласен. Поздравляем ее. Ай-яй-яй. Я сейчас сумочку из такого не терял. Ну-ка. А вот это еще надо потрогать. Можно же, да? Конечно. Интересная реакция. Пока. Пока, Зевс. Пока, Зевс. По итогам, в двух раундах Дилара уже забрала 2 балла. Дилара нас вон. Она первый раз участвует в этом формате. Я тоже. Разве? Да, первый раз угадываю стоимость. Что сделаешь? Повтори, пожалуйста. Обыграю. Как вы знаете, наверное, не все, что я выпустил недавно трек. Вот этот. Крошки рассыпались в карман. Я их оттуда заберу. Крошки примерили по ман. Я просто хотелось послушать. Сколько стоил полностью весь трек написать, выпустить? Где писался? Писался у Вовы. Тебе что-то дает? Да, сейчас. Подожди. А с обложкой или нет? С обложкой, с обложкой. А сниппет включаешь? Со сниппетом. Сниппет, ну сколько там, десятка? Десятка? Ну там сниппетом на циклораме просто поет. А, ну нет. Подсказала. Еще свет расставить. Еще пять. Блин, ну дела, мне кажется, перебор. Ну ладно. Так, триста. Да ты задолбал, чувак. Девять тысяч? Да. Что делать, шесть? Вот будете угорать, ребят, но сударь ближе всех был. Трек стоит 37 тысяч. Слушай, ты че вообще не вкладываешься? Я поэтому ее спрашиваю. А где ты писался? Давайте математику включать. Клим потратил десятку. Монтаж. На сведение максимум потратил. Монтаж пять тысяч. Уже пятнадцать. Уже пятнадцать. Трек стоил девять тысяч. А, ну и все, остальное обложка. А свет? А трассы? Это допрос или что? Свет у Клима. А ты жил еще в это время квартире. А ел? Ты ж наверняка ел. А ты ел тогда? В тот день ел? Ты дышал. Не, ребят, спасибо, конечно, приятно, что вы оценили так дорого эту работу. Но она стоила совсем немного. Я домой реально. Да ладно тебе. Я не знаю, что так можно. Я не знаю, что это можно делать. Я к тебе брошусь. Когда-нибудь. Открываем глаза. Это часы Rolex. Я даже знаю, чьи это. Да. Но я в целом не знаю, сколько стоит Rolex. Я вообще не шарю. Не, ну вы в дорогих шмотках же разбираетесь. Цацках. Богато жить не запретишь, как говорится, понимаешь? Они прям новые или он с рук их брал? Новые. Они новые. Ну что, готовы? Раз, два, три. Один К? К? Как А? Это один миллион. Да. Я написала один миллион сто одиннадцать. Смотри. Почему? Почему один какая-то один миллион? Одна тысяча тысяч. Одна тысяча тысяч. Победную готова увидеть? А, ты запомнила, да? Да? Он знал. Ну, в среднем просто дорогие часы, а лямчик стоят. Да, я написала просто вот так, чтобы, ну, как-то выделиться. Ну, ты пока проигрываешь, я. 2-2-0, ребят. 2-2-0. Что-то у меня не получается. Давай пять классных. Еще целых десять предметов. А, будет 10-0. Так что вы сможете, ребят. Let's go, следующий предмет. Путевка, Даник, новогодний Дубай, стоимость. Это до Нового года или после? Я покупал где-то за три месяца до Нового года. На одного человека? Ну, на одного человека. Какие даты? Даты с шестого по шестнадцатый. Отель или квартира? Отель, билеты. Отель, билеты? Только отель и билеты. Ребят, как планируете отпуск вообще провести? Я в Японию хочу. В Японию? Да. Хорош паховый суши. Ты после них, ты после них не сможешь кушать в Москве. Кстати, да, я вообще полностью изменил отношение к роллам после Японии. А я вначале отправила родителей, мне родители очень хотели. Они не могли там вообще питаться, они там похудели, потому что они не ели ничего. Там очень вкусно все. Ты будешь в восторге. Сударь, у тебя какие планы? Я поеду на дачу к себе, буду цифровой детокс устраивать себе. Я? А мы с тобой увидимся в Дубае. Мы с тобой увидимся в Дубае, да. Вы можете спросить, какой у меня отель, допустим. На каком отеле? Зачем? Или вы бы все написали? Написали. Тогда показывайте. А какой отель? На самом деле у меня вообще в Абу-Даби отель. А что Дубае написано? Напиши что-нибудь, пожалуйста. Что Дубае написано? Дубае написано. Говорит Абу-Даби. Врет? Подожди, а Дубае или Абу-Даби у тебя? Абу-Даби. А чего тут реально Дуба? Тупанул. Если он треки делает за сколько? 30 тысяч? Абу-Даби 20 тысяч. На счет три. Раз, два, три. Так. Все-таки Дилары сильно повлияло то, что я трек так дешево написал. 0,5 это типа... Пиво тебе 0,5. Да, пожалуйста, можно? Пожа, пожалуйста, можно хоть один балл? Нет? Опять не я? Мне, мне. Мне? Мне. Сударь. Я говорю, вот все знает. Моя поиска стоит 450 тысяч. Внесите уже предмет, я хочу хоть один балл. Йок-макарек. Слышь ты, Чешпан, иди сюда. Я не Чешпан. Ты в банде состоишь? Нет. А на общак скидываешь? Нет. Значит, ты Чешпан. И что делать теперь? Скачивай скорее Гранд Мобайл и добавляйся в нашу банду. В Гранд Мобайл ты можешь стать кем угодно. Полицейским, бандитом или олигархом. В игре нет никаких ограничений. Все в твоих руках. Самое время это сделать, потому что Гранд Мобайл запустил конкурс на 50 призов, в котором можно просто играть и получать подарки. В подарках можно выиграть айфоны, макбук, кучу техники. Все подробности в закрепленном комментарии. Я буду ждать вас на 23 сервере. Хочу сразиться с бандой Стаса. После регистрации вводите мой промокод DANIK. Получайте гелик, випку и 30 тысяч на свой аккаунт. Узнай, какой путь выбрал я. Вся подробная информация по ссылке в описании. Блин, ребят, вот этот предмет на самом деле лютая ностальгия. Там какая-нибудь Нинтендо? Ха, хорошо. Я тоже так думаю. Плюс-минус километр. Открывайте глаза. Ёба-боба. Я глянусь, я не смотрела. Зелёный бзилибоба. Это Нинтендо Геймбой. Шабл Кинг, еб**ой у нас, Спайру. Ой, я знаю, это марафончик Спайра. Челопук. Да, ребят, сына со всеми играми. Он рабочий? Он рабочий. С доставкой Авито. Яна решила. Бал таки заполучить. Крис, плачу тебе 5000. Ты мне говоришь цену. Крис. Дилар уже играет. Я оцениваю цену. В моё время уже появились в PlayStation вот такие PS. PSP, да. PSP, да. Это был вот именно последний шаг перед PSP. То есть когда появился PSP, все вообще охренели. Он со своими 696. Сбивает, да, каждый раз? Мне кажется, что это недорого стоит. Если бы он был новый, запечатанный, тогда это было бы дорого. Это капец дорого. Это было бы очень дорого. Чувак, ну ты считаешь, что геймбой это легенда? Одна из первых портативок, как раз таки, которая была прям на уровне. И это легендарные приставки. Как же ты задрал. Кого? Угадывает? Реально? Дилара победила. 5000? 5000, что ли. Ай-яй-яй. Ян, ты просто ещё знаешь, что такая говоришь, Кристин, дам тебе 5000. Крис, плачу тебе 5000. Я такой, я думал, ты по моему лицу типа поймёшь. Ребят, открывайте глаза. Тут звоночек у нас. Привет. От Тёма Чернеца. Артём Чернойц. Здорово. Я думала, это сквозь баб. Сквозь баб думала? Да, привет. Он похож. Показывай свой предмет, Тём. Зубы. Блин. Виниры поставил? Виниры, да. Артём, красиво очень, зубы. Тём, а ты снимаешься ещё в трёх выпусках Бункера, если скажешь мне точную стоимость виниров. Я забронировала эту цену. Ладно, пока, пока, Тём. Классные зубы. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Я готов. Ну, показывай тогда, сударь. А, да, можно? Сейчас, секунду, я точнее напишу. Один какая, это опять миллион. Да, лям. Лям 200. Я не знаю, как это делает сударь, но он продолжает лидировать, он победил. Так, делала тоже. А, я думаю, у тебя там миллион девять. А они прям лямы стоят? Да. Ну, ровно лям не может быть. Тёма. Да. Что, реально лям стоит? Да. А может быть лям 200? Опять, просто лучше вообще. Лям ровно. Нет, Тём, 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 Тём. Если скажешь, что лям 200, придешь в бункере, поснимаешься еще. Ровно лям 200. Причём на его канал, он же открыл канал, друзья. Ребята, подписывайтесь на канал Черница, и там будут классные мистические истории. Открывайте глаза. Ребят, это Яндекс Колонка. Мы очень любим Яндекс Колонку, в принципе, Яндекс. Ты будешь ржать, но я буквально неделю назад тебе купил такую. Сударь. Я не виноват. Причём мне досталось, она, кстати, чуть-чуть даже подешевле. А, блин, она же маленькая. Всё, 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 уже написано. Ну, ах ты. Показываем. А, чё? Чё? Нет, мне кажется, не столько. Это Яндекс Станция 2. И сударь вырывается. Я покупал неделю назад такую. Просто у меня большая, она 125. Да. А это 17 стоит. Нет, это стоит сейчас 13 900. Ааа, я зачем стёрла? А я ещё смотрю, ты 13-й в Сауду, а офигеть. Открывайте, ребят. Ёб-тудэй. Ребят, это норковая шуба. Ну, Ян, ты понимаешь, что у тебя есть действительно вариант. Я не шарю сколько стоит шуба. В шмотках, ты же шаришь. Нет, я никогда не носила, не покупала норковые шубы. А у тебя дела? Норковая? Нет, просто есть. Ну, эко... Не, ну просто типа всегда считала, что это очень модно. Это сейчас модно? Это в России, это типа база. А, это база, всё, я понял. Это база. Это база. Ну, сейчас они особенно модные, да. Я уже написала. Я тоже написала. Написали? Да. Let's go. Я, наверное, очень много написала. Два миллиона, сударь? Совершенно спокойно. Два миллиона? Ребят, давайте так. Так как у Яны ноль, это моё шоу, я хочу разрешить ей поменять ответ. Ну, это подачка. Нет, это не подачка, ну типа... Он рандомно просто выбрал, кому дать бонус. Триста. Ян, ну я тебе дал возможность как бы догнать, и ты заработал первый балл. Эта норковая шуба стоит 229 тысяч рублей. Я чувствую, что разгорается нешуточная борьба между сударем и Диларой. Она знает цену, она знает цену деньгам. Эта девочка разбирается. Шарит. Как вы знаете, на ютубе я уже семь лет. Очень плохо. Но канал я открыл два года назад. Как вы думаете, сколько денег я потратил за всю историю своего канала на контент? Могу дать подсказку, сколько у меня роликов выходило. Да, давай. 143 ролика. Просто я неугадствую. 146. Неплохо. Может тебе надо рубрику сколько роликов у блогеров? Сколько свет стоит? Дилара вот никак не успокоится со светом. Почему ты его не считаешь? Ты его купил? Я его купил пару палок, пару палок Климы. Я с ним очень много лет работаю. А сколько Клим стоит? Ну, в смысле, как оператор. Он бесценен. Тема действительно сложная. Вы можете мне задавать вопросы, я попробую поотвечать. Да что там? Николайсон, брат? Ну что там, как там, брат? Ты уже написал, да? Я тоже написала. Я написала вот. Дилар, у тебя сколько каналов уже существует? Полгода. Ну нет, существует он, по-моему, год 4, с 19-го. Веду я его месяца 3-4. Кстати, ребят, у Дилары вышел детектор с ее подружками, так что можете перейти, там есть я. Подписывайтесь, смотрите. Получилось прикольно. Ребяточки, Яна зарабатывает балл. Реально? Да, я потратил на канал. Балл. Ровным счетом 14 миллионов 684 тысяч. Ты вначале написала. Я написала 14 600. Ах, ты стерла. Реально? Ты дал балл, ведьма. А ты стерла потом. А он опять начал меня шеймить. Я такая шеймить, что она. Не знаю. Ты что написала? Пипичку нарисовала? Зачем пипичку нарисовала? Да, ну все. Почему шеймить? Я сказал, что ты пипичку нарисовала. Дилар, это знаешь, что значит? Прислушивайся к своему внутреннему голосу. У тебя интуиция, походу, жесткая. Я сначала думал вначале, что это совпадение, но у тебя всю игру жесткая интуиция. Реально. То есть это действительно... Даник, у меня не всю игру, у меня всю жизнь. Всю жизнь. Брат, проверка экстрасенсорных способностей. Да, да, кстати. Вас надо на батл. Я умножила 146 на 100 просто. Неплохо. Интуиция, говорит. Все, на самом деле, это все жесткий просчет. Открываем глаза. Ёптуда я верю. It's RetroTelic. Он рабочий? Он рабочий. Ретро телеки такие помните вообще? Дилара, мне кажется, таких уже не видела. У меня, мне кажется, до сих пор в деревне. Подобный телевизор, только большой. Мы пытались старый большой такой же, похоже, продать. Он стоил 4000. Ребят, мне самого это уже дико раздражает и бесит. Но сударь выходит еще дальше. Ах ты блин. 2000, видимо, стоит. 2000. Причем, мне кажется, сударь по угару не пишет 2000. Он знает, что 2000, и он просто такой, ну, напишу 169. Я просто живу на Авито, понимаешь? Это Оливье-шечка из одного из самых дорогих ресторанов Москвы. С крабом. С крабом. Крабать можно? Можно. А, ну каждый день заказываю. Я опять не знаю. Из какого ресторана? А ресторан не скажу. Я тоже не скажу, что знаю. А как ты, погоди, как ты по Оливье узнала, что это за ресторан? Я потом скажу. На кофеманию похоже. Сударь пока сейчас поест, дождемся. Не, нормально. Я скажу. 1300. Окей, твой ответ принят. Да нет. Если сударь, я ухожу. В смысле? Это Дилара. Да. 265. Это реально твой ресторан получается? Что это за ресторан? Да это кофемашка. Кофемания? Я, честно, тоже подумала, что кофемания. На кофеманию похоже. А, и типа в такой же приносят или что? Как ты понимаешь? Вот этот хлеб в кофеманию всегда кладут. Я же в меню листаю, вижу постоянно. Ну, молодцы, молодцы. А вы тоже прогнозировали, когда я был в сад? Я тоже сказала кофемания. Ну, вас вообще не удивило. Ян, ты угадала, кофемания. Да, можно полбала. Полбала есть. 2,5 балла у Яны. Да нет. 6 у Сударя и 5 у Дилары. Напряженная, ожесточенная борьба между Сударем и Диларой. Двигайся. Да смотри. Двигайся. Итак, ребята. Ребята, вы готовы к финалу? Ожесточенная борьба между Сударем и Диларой. Чем закончится все? Проигрышем Яны, очевидно. Итак, выносим последний предмет. Ты что бежишь? Я в восторге. Ну что, ребята, открывайте глаза. Бам! Сюда! Здорово, как дела? А у вас подарки в мешке? Конечно. Ай. А вот за стишок? А я на башкирском могу. Хаума кэш бабай, матур бабай, ад бабай. А, меня поджигать начало, не надо это заклинание. Вам нужно угадать, сколько они стоят, услуга вызвать. Сегодня или в новогоднюю? Кстати, интересно. Сегодня, сегодня. И сейчас ребята такие, можно больше было просить. Ну пиши. Не буду. Хочешь, я с тебя пишу? А я не буду писать. Победила или проиграла, давайте. Я Дилара Шрёдингера. Я одновременно. Скажи, что ты еще про Шрёдингера знаешь? Да, про Шрёдингера, который одновременно существует и умер. Да никто это все знает. Не все знают. Вообще до хрена пацанов вчера в офисе не знал. Про Кота Шрёдингеру? Очень странно. Ну это странно. Я же физику сдавала. Ну что, ребят, сейчас мы узнаем, ничья ли у нас по итогам всех раундов или же Сударь победил. Как и обычно в этой рубрике. На счет 3 поднимаем наши. Я хочу поменять. Подожди, подожди, подожди. Мне кажется, оставить надо. А позволю ли я им менять? Позволю. Дилара, я тебя предупреждаю. Сколько раз ты пыталась менять и проигрывала? И сколько раз ты его слушала? Да, и сейчас я не буду тебя слушать. Ну ты скакнулась. Да какая разница, как я написала. Блин, у нас как будто реально какая-то прям интрига. Ну вообще реально. Интрига, да, кто проигрывался? Готовы? Yes! Раз, два, три. Ой, это очень много дела. Очень? Так у него сколько? 26969. А, у него 26 тысяч. Они такие, блин, это был больше, спросите. Я думал 2696. Я начале думала 5-6. Ничья, ребята, 6. Горой! Мы это сделали! Вас устраивает ничья или вы хотите выяснить победителя? Устраивает. Устраивает. Нет, а подожди, а есть какой-то подарок реально победителю? Есть подарок, но есть и наказание. Ааа. Но начнем мы, конечно же, с приза. Ну что, ребят, мы сейчас немножко вспомним детство, когда нас водили по всяким торговым центрам. Мы садились к Деду Морозу и загадывали желание. Я не буду садиться. Я не буду садиться. Но не к нему на коленке. Снегурочки, сяду. Тогда мы Деда Мороза меняем на Снегурочку. Где подарочек? Наказание какое-нибудь будет? Ребят, честно говоря, я просто реально угорал. Серьезно? Реально, обратно возвращайтесь. Ладно, я шучу. Действительно, ну кроме чужих предметов, вы можете выбрать любой предмет, который был из этих. Выбирайте. Что вы видели здесь. А, можно взять? Игурну. Тогда твой ютуб-канал. Она хитрая, вызовите меня хитрой. Миниры. Путевка в Дубай. Путевка в Дубай. О, тогда Нинтендо буду. Нинтендо берешь? Геймбой, все. Все, Новый год, я хочу доесть оливьешку. А наказание? Да без наказания. Реально? Это же Новый год. А ты реально? Тебе мы дарим ролик с ***. Ребята, я вас поздравляю с наступающим Новым годом. Я очень рад, что мы в этом году так классно выросли, вместе развивались. Главное, цените жизнь, смело пробуйте то, на что давно не решались. Спасибо большое ребятам, что приняли участие в этом ролике. Я все ссылки в описании оставлю. Подписывайтесь на ребят. Это было круто, ребят. В новом году увидимся. Йоу, ребят!